Уважаемые коллеги, наряду с грандиозным успехом новых направлений терапии метастатической меланомы, к сожалению, токсичность не снижается, и правильный контроль, навигация данной токсичности позволяет добиться успеха без особых потерь. По данным последних исследований изучения брав-ангибиторов в модном режиме и комбинации, выявлен достаточно широкий токсический профиль осложнений. Одноколитирующее положение занимает лихорадка, сыпь, артралгия, диарея. Специфичность данной токсичности заключается в том, что даже при второй степени они достаточно тягостны и достаточно снижают качество жизни наших пациентов. Веморфенип характеризуется развитием токсичности третьей и четвертой степени в 46% случаев. В основном это проявляется сыпью, фоточувствительностью, артралгией и слабостью. Лапеция, артралгия, диарея и слабость развиваются через недели и месяцы терапии, а фоточувствительность и сыпь в первые дни лечения. Даморфенип характеризуется более благоприятным профилем токсичности, однако, как и при веморфенипе, у третьих пациентов приходится модифицировать дозу или прекращать терапию. По данным исследований последних рандомизированных изучений комбинации брафо-мекоингибиторов выявилось, что токсичность комбинации брафо-мекоингибиторов ниже, чем токсичность монорежимов. В виде снижения частоты из локачной опухоли кожи, гиперпролиферативных заболеваний, но чаще встречаются такие серьезные нежелательные явления, как лихорадка, озноб, снижение фракции выброса левого желудочка. Также случаются редкие случаи ликемии и колоректального рака, индуцированные мутацией кераз. Жизнеугрожающих осложнений при использовании комбинации брафо-мекоингибиторов достаточно редкие явления. Умеренная токсичность – это не повод к отмене терапии. Здесь на данной таблице указано правило модификации доз. Необходимо поэтапное снижение дозы препаратов до полного прекращения. И прерывание лечения данными препаратами на короткий срок снижает эффективность терапии. Кожные осложнения достаточно частые явления и более характерны вему-рофенибу. Это 56% случаев в основном проявляется сыпью, фоточувствительностью. Фоточувствительность на достаточно частое и профилактическое применение солнцезащитных кремов помогает пациентам минимизировать развитие данного осложнения. Сыпь чаще встречается при вему-рофенибе 56%, чаще возникает на лице, туловище, конечности. Носит дозы зависимой характера, развивается обычно через 2 недели после терапии. И визуально бывает макулопопулезная, папулопустулезная и фолликулярная. На данном слайде алгоритм лечения осыпи при развитии 4-3 степени осложнений необходимо полное прекращение брафоингибиторов с дальнейшим рассмотрением вопроса о замене вему-рофениба на доброфениб. Одним из осложнений также является диарея. Относительно частые осложнения более характерны для вему-рофениба, для комбинации брафоингибиторов, обычно легкой умеренной степени тяжести и достаточно управляемые приемом лапирамиды, симптоматических средств, снижением дозы или прерыванием терапии. Также пациентам необходимо рекомендовать диету Брат, исключение молочных продуктов и восполнение достаточного объема количества жидкости, восполнение электролитного баланса. Здесь также представлены алгоритмы при развитии жизни угрожающей диареи. Необходимо срочно госпитализировать пациента за рассмотрением проведения колоноскопии и симптоматической антибактериальной терапии, внутривенная регидратация для восстановления электролитного баланса. Достаточно грозное осложнение. Механизм развития эпилексии до сих пор не ясен. Чаще он ассоциируется с приемом даброфениба, чем веморфениба. Время до развития лихорадки обычно достигает 11 дней, и длительность лихорадки продолжается около 3 дней. Также лихорадка может сопровождаться с симптомами гипотензии, недомоганием, и необходимо обязательно дифференцировать с фибрильной нетрепенией и сепсисом. При терапии эпилексии обязательно нужно исключать инфекционную природу. Если необходимо использовать антибактериальную терапию, желательно предусмотреть взаимодействие лекарственных следств. При приеме веморфениба нежелательно использовать цифрофлоксоцин, моксифлоксоцин, азитромицин и другие антибиотики данного ряда. Флюконозол, кетогонозол, вариконозол. И обязательно, конечно, в первую очередь возможно госпитализировать пациента с целью внутривенных инфузионных инфузий. Артрология достаточно чаще встречается при использовании веморафениба. И бывает перемежающее, бывает постоянное. Время развития около двух месяцев. Алгоритм лечения представлен на данном слайде. Также возможно снижать дозу вплоть до остановки лечения. При развитии суставного выпыта необходимо, конечно, консультировать с ревматологом. Также возможно рассмотрение перевода с веморафениба пациентов на использование доброфениба. Механизм развития слабости также неясен, непонятен. Он достаточно сильно влияет на качество жизни пациентов. И очень часто значимость снижается специалистами. И необходимо обязательно исключить при выраженной слабости это прогрессирование инфекции. Могут также использоваться низкие дозы глюкокортикостероидов с уменьшением дозы вплоть до полной отмены. Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы чаще характерны для использования меконгибиторов. Они проявляются в виде снижения фракции выброса левого желудочка, удлинения интервала QT. Перикардит же не характерен для доброфениба и меконгибиторов, носит обратимый характер. И были доложены всего два случая перикардита с тампонадой. На данном алгоритме представлено действие при удлинении интервала QT. И при удлинении интервала QT изначально до начала терапии является абсолютным противопоказанием к использованию брафонгибиторов. Ну и при удлинении данного интервала на фоне терапии также может привести к полной отмене препарата. Фракция выброса левого желудочка чаще развивается асимптоматически, также характерна меконгибиторам. Необходимо тщательное мониторирование, ежемесячное проведение электрокардиограмм. При развитии данного симптома также необходимо прекратить прием брафонгибиторов и назначить консультацию кардиолога. Автальмологическая токсичность более характерна препаратам меконгибиторов, но чаще встречается также при использовании брафонгибиторов. При использовании брафонгибиторов чаще встречается УВИИД, при использовании меконгибиторов испаления сетчатки. Если у пациента жалуются на круги перед глазами, пелену, туман, нарушение зрения, необходимо срочно консультироваться с офтальмологом. Прекращается приостанавливать терапию, снижается обязательно дозу, вплоть до полного прекращения. Следующим осложнением, серьезным осложнением с использованием меконгибиторов – это гипертензия. Встречается до 12% случаев. Обязательный контроль ведения дневников ВВП-пациентами для контроля артериального давления. При нарастании гипертензии уже первой степени необходимо прекратить прием брафонгибиторов. Гипергликемия в третьей степени встречается в 6% случаях. И снижение дозы в данных случаях не требуется, если, конечно, неэффективны противодиабетические препараты. Тогда уже, конечно, дозу необходимо снижать. Печеночная токсичность чаще встречается при использовании веморфениба. Терапия печеночной токсичности хорошо управляется снижением дозы или отменой препарата. Необходимо назначать симптоматическую терапию. И частота повышения щелочной фосфатазы встречается больше при использовании веморфениба. Также возможно рассмотрение перевода пациентов с веморфениба на доброфениб. Таким образом, комбинация BRAF и МЕК-ингибиторов в сравнении с ингибиторами BRAF-МО на режиме характеризуется сопоставимой частотой нежелательных явлений, различиями в профиле безопасности, а именно более низкой частотой кожных явлений, более высокой частотой периксии и развитием снижения фракции выброса левого желудочка у 8% больных. Из чего следует, что следование данным алгоритмам позволяет минимизировать частоту снижения доз и прерывания терапии, что может нам помочь полностью контролировать данное заболевание. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо, потому что это действительно с тех высот, которые докладывал Алексей Витальевич, нас немножко приземляет. Уважаемые коллеги, у кого вопросы есть? Далее, Алексей Витальевич, пожалуйста. Деда Рухаминовна, будете ли Вы рекомендовать комбинированную терапию или монотерапию BRAF-ингибиторами у пациента, скажем, если известно, что у нее гипертоническая болезнь, она получает антигипертензивную терапию, один препарат, и у нее давление в районе 150 на 90 постоянное? Конечно, необходимо тщательно обследовать данного пациента, провести эхокардиографию, консультировать с кардиологом. Если данная гипертензия существовала давно и она контролируемая в течение длительного времени, то, конечно, мы можем назначить терапию таргетными препаратами. Спасибо, пожалуйста. Еще вопрос. Спасибо большое, Деда Рухаминовна, за интересное сообщение. Я бы хотела тоже обратиться к аудитории, еще раз подчеркнуть важность сегодняшнего сообщения. Мы, наверное, имеем не такой еще большой опыт в целом, я имею в виду, в Российской Федерации по применению комбинированного лечения и в целом таргетных препаратов. Но этот опыт уже приобретается. И самое главное, на что нужно обратить внимание, прежде чем назначать препараты, доктор должен быть хорошо, сам доктор осведомлен о тех осложнениях, которые ожидают пациента, и предупредить об этом больного. И, может быть, не только больного, но и его родственников. Потому что осложнения, хотя они и в небольшом проценте случаев, обратите внимание, гипертензия, не зря Алексей Викторович обратил на это внимание, гипергликемия, а потом еще снижение влияния на зрение. Уже при первых симптомах нужно отменять препараты. Это серьезные вещи. И если доктор знает, что эти осложнения, они могут быть даже в небольшом проценте случаев, в первую очередь, конечно, пациента нужно предупредить. И у вас должен быть всегда контакт с докторами, с окулистами, с кардиологами, к которому вы можете направить пациентов. Это новая эра препаратов, новые лекарства, и мы их должны знать. Должны знать, и иногда зачастую пациенты больше знают, чем сам доктор. Это обидно, конечно. Они прочитают в интернете, они узнают, как пациентов лечат в Израиле, приходят уже с готовыми выкладками к доктору, и доктор, конечно, будет должен на голову выше знаний пациентов. Поэтому все то, что сегодня мы говорим и обсуждаем, я думаю, что оно будет иметь положительные моменты. Спасибо. Меняющий вопрос в отношении, вот вы там говорили, что одно из осложнений, это появление, кожное проявление, это кератокантома. Зачем его к дерматологу направлять-то? У вас там указано, кератокантома, дерматолог. Ну, да, это... Это сугубо практический вопрос. Это по алгоритмам терапии так расписано, и наши онкодерматологи тоже, может, мы просто так были... А вот тут у нас в зале сидят дерматологи, тут к вам пришел пациент, получающий терапию, у него появилась кератокантома. Ваш алгоритм действия? Доктор Сульяновский, доктор есть? Так нет, есть, тут еще дерматологи сидят, он в первых редакторах есть. Есть, есть, Слан Талина, я по вчерашнему дню помню, так что... Вот почему я задал вопрос. Потому что они не знают, что с ним делать. Ну, я думаю, надо их обучить, чтобы они знали. Расскажите, что это же делать? Еще раз подчеркните, если появляется кожное образование, что с ними делать, и нужно ли отменять препарат? Ни в коем случае не нужно отменять препарат. Возможно, выполнять хирургическое лечение, возможно, наблюдать, так как данные образования могут и регрессировать в дальнейшем сами по себе. Ну, если они не регрессируют, конечно, хирургическое лечение здесь не помешает. Я об этом задал вопрос. Ну, он без вас никак. У нас в институте роль дерматоонколога занимает Георгий Иванович Гавтон, Ваша верная слава. Я не для этого спасибо Слан Талина. У всех пациентов он видит, с осложнением мы отправляем, и эти образования нужно иссякать. Конечно, с последующей биопсией, однозначно, да? Потому что все-таки встречаются и плоскоклеточные раки. Да, совершенно верно, там 12% Дором Хабид не показалось. Которые не имеют никакой угрозы, не представляют никакой угрозы для жизни пациентов. Это не метастатическая форма, они не метастатизируют, как правило. И препарат отменять не нужно. Не надо бояться этих осложнений. Хотя, наверное, впервые в истории были в FDA одобрены препараты, которые вызывают вторую опухоль. Я не помню, такие были еще случаи или нет. Нет, но вчера Георгий Иванович хорошо показал это с вами, Алексей Витальевич, вчерашнее им сообщение. Это не влияет никак на качество жизни в коем случае пациента. Мы продолжаем лечение, но от этого образования просто нужно избавиться. А вот те осложнения, которые говорили, осложнения со стороны органов зрения, со стороны сердечно-сосудистой системы, нужно об этом помнить. Потому что приходят пациенты пожилого возраста. Вот Алексей Викторович показывал случай лечения пациентки 83 года. Является ли возраст сам по себе критерием исключения, не лечения пациентов? Нет. Потому что, во-первых, биологический возраст и паспортный возраст – это разные вещи. Наверное, вы со мной согласитесь. И согласитесь с тем, что есть такие постулаты. И мы больных лечим. Мы лечим больного. Не лечим возраст, а лечим больного. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Да, Леон Михайлович, пожалуйста. Он более общего характера, но, с другой стороны, имеет и практическое значение. Есть ли какая-нибудь корреляция между, как у нас говорят, онкологическими результатами и развитием осложнений? Или каких-нибудь типов конкретных осложнений? То есть, условно говоря, если там, я не знаю, гипертония усиливается или офтальмологические проявления, но потом будут лучшие результаты лечения основного заболевания? Или, наоборот, литература не говорит о какой-нибудь связи в этом отношении? Ну, я не нашла данную корреляцию в данных, по данным литературы. Ну, конечно же, выраженная токсичность не позволяет продолжение терапии, что, конечно, влияет на эффективность лечения. Ну, значит, это препятствует терапии. Но не является ли сигналом, если токсичность, условно говоря, выше, то и ответ будет лучше, потому что… Нет, есть такое мнение, что если… Но это на круг или индивидуально так? Но больше это характерно иммунотерапией. Да, понятно. Хорошо, спасибо.